Мама, пола, линдис, мама, пола, Сера, сием, бредуа, ту, я, соль. Другой яркой фигурой 40-х-50-х годов был режиссер Борис Шахет. Он был главным режиссером цирка на Цветном бульваре. Его театральные опыты, его знание старинного цирка, его знание зарубежного цирка привело к тому, что он вместе с художником Судакевич создавал потрясающие цирковые костюмы. Тогда в моду входили блестки. Он вспомнил театр Дель Арте, костюм Орликинов, Пьеро Коломбин. Он видел костюмы зарубежного цирка, старинные костюмы. И так весь наш артистный цирк постепенно с помощью шахета, из рабочих штанов и тренировочных трусиков, в которых выходили все наши артисты на манеж советского цирка, превратился в настоящий тот цирк, который был раньше и который мы знаем сегодня. Художник Судакевич была когда-то прославленной звездой немого кино, а потом она стала потрясающим художником по костюмам нашего цирка. И по костюмам цирка, и кино она прославилась своим знаменитым костюмом Олега Попова. Черный бархатный пиджак, полосатые брюки, красный жилет. Однажды в цирке репетировался парад-пролог. Тогда это был главный инструментарий для идеологического наполнения цирковой программы. Цирковая программа сама по себе не несет никакой идеологии, а здесь это было сделать необходимо. Готовился какой-то праздник, и на художественно-производственном комбинате сшили потрясающий, выткали ковер, цирковой ковер, на котором был выткан Кремль с башенками, с стенами, с ласточкиными гнездами, с облаками, с птицами, летящими над Кремлем. Союз Госырк тогда был небольшим, и он находился в кабинетах цирка на Цветном бульваре. И после обеда каждый день в течение месяца Шахет репетировал парад на этом ковре. Выходило полторы сотни артистов, тогда программы были огромными, и они час-два репетировали нужные мизанцены, исполняли какие-то стихотворения, фрагменты из номеров. Режиссер не устраивал это, и он постоянно повторял, кричал, шумел. И весь Союз Госырк наблюдал эти репетиции. И вот однажды на партийном собрании один из известных деятелей циркового искусства обвинил Шахета в том, что артисты ногами топчут Кремль. И потребовал исключить его из партии и снять с работы. Ну и за этим следом шел, как всегда, арест, потому что постановление о космополитизме, о влиянии Запада, оно работало очень активно. Тогда молодой мальчик, Мстислав Запашный, он тогда был молодым комсомольцем, встал и сказал, скажите, друзья, а вы в течение двух часов, вы, руководители ССГУ Сырка, смотрели, как это делается, вы не могли остановить это зрелище? Куда вы смотрели? В тот раз собрание не сработало. Но где-то через полгода вновь собралось собрание, и в течение двух часов деятели, чиновники, это было время до Бордиана циркового искусства, его уничтожали. Они показывали блестки на костюмах воздушной гимнастки и называли это влиянием Запада. Яркий грим у клоунов тоже назывался влиянием Запада. Потрясающие украшения манежа, потрясающие шторы на форганге, потрясающие ковры. Все это казалось космополитизмом и влиянием Запада для вот этих апологетов постановления ЦК. Шахет молча выслушал эти приговоры, вышел из красного уголка цирка на Цветном бульваре, где проходило это собрание, вышел на улицу, вдохнул воздух и умер. Так закончилась судьба очень интересного режиссера, потрясающего, оказавшего большое влияние на современный цирк Бориса Шахета. Его место занял режиссер Марк Соломонович Местечкин, мой учитель, который тоже вместе с Арнольдом приехал из Киева, из театра Соловцов, и тоже попал в студию биомеханики, попал в ученики к Мейрхольду. Он играл в эпизодах, он играл разные роли, с упоением рассказывал нам постановки Мейрхольда «Рычи Китай» и другие. Он вводил нас в Бахрушинский музей и показывал программки спектакля Мейрхольда, где стояло его имя. Показывал он это с гордостью. Освоив биомеханику Мейрхольда, Марк Соломонович Местечкин в 30-е и 40-е годы создал акробатический ансамбль. Это был довольно странный коллектив, который располагался в главном центре культуры тогдашней Москве, в клубе ЦДКЖ. Тот самый потрясающий дворец, который был построен на бриллианты мадам Петуховой из 12 стульев. В этом дворце располагали все и Утесов, и оркестра Дунаевского. Там же находился и акробатический ансамбль. Этот ансамбль выстраивал различные пирамиды, различные фигуры, модные в то время. А потом он делал то, что режиссеры массовых зрелищ называли фон. Они брали различные картинки, которые вывешивали перед собой. Ансамбль выстраивался на несколько этажей, и они собирали из людей различные плакаты. Картины, плакаты. Это было довольно занимательно. И эта работа этого ансамбля существовала довольно долго. И она же украшала многие тогдашние правительственные концерты. Мистичкин рассказывал один трагикомический эпизод, который происходил с этим ансамблем. На один из праздников в ЦДКЖ приехал Сталин. И тогда решили финалом концерта сделать пирамиду из акробатического ансамбля, которая создавала бы из фрагментов, из пазлов, как сегодня говорили бы, портрет Сталина. Это отрепетировали, портрет Сталина собирался, был он хорош, огромен во всю сцену. Но когда приехал Сталин, табуретка на втором ярусе закачалась, и несколько человек, которые изображали усы Сталина, упали и рассыпались по сцене. Это вызвало вздох негодования всех зрителей, занавес закрыли, и Мистичкин два дня ждал ареста. Однако все обошлось. Такова была жизнь в то время режиссеров, которые ставили особенно что-то связанное с политикой. Во время войны Марк Соломонович находился вместе со всей киностудией Горького и Мосфильмом в эвакуации в Ашхабаде. Там он снялся в нескольких фильмах, где он играл в эпизодах, в основном играл врагов народа, немецких шпионов и прочее-прочее. Очень много он снимался с Марком Донским. И так, в начале 60-х годов он возглавил цирк на Цветном бульваре. Главной его постановкой считается «Пантомима. Карнавал на Кубе». Только что произошла Кубинская революция в 62-м году, и Марк Соломонович поставил мюзикл непонятный, неизвестный никому тогда жанр. В котором главный герой, простой рыбак, был влюблен в девушку, но злые барбудос похищали эту девушку, и шла борьба, которая перерастала в революцию на Кубе. Мало того, что в главных ролях были лучшие артисты тогдашнего цирка, в частности, в одной из главных ролей играл Юрий Владимирович Никулин, Гитана Леонтенко, номенитая цыганка, жена Баталова, играла самую главную роль. Кантемировой изображали всадников этих барбудос, которые преследовали революционеров бедных. Но это было еще и «Пантомима на воде». Цирк на Цветном бульваре, цирк Соломонского, был приспособлен, пока его не сломали, был приспособлен для показа водных «Пантомим». Там был даже специальный кессон для этого. И вот тогда, во втором отделении этой «Пантомимы», Манеж заливался водой, устраивался огромный мост, и всадник этот барбудос заскакивал на этот огромный мост, почти головой упираясь в купол. В него стреляли из винтовки, и он падал с лошади в воду. Очень эффектный трюк. Все номера, которые участвовали в этой «Пантомиме», были одеты в кубинские костюмы, в костюмы кубинского и латинского карнавала. Звучало очень много латиноамериканской музыки, которая тогда была новостью для нашего зрителя. «Пантомима» имела оглушительный успех. Более того, тогда только что появилась на телевидении передача «Голубой огонек». И к цирку у телевидения в то время было хорошее, и на каждом этом «Голубовом огонеке», фактически на эстрадном концерте, который был «Голубой огонек», фактически в «Ариете», которая широко существовала на Западе, было представлено на телевидении в виде передачи «Голубой огонек». Там всегда была целая страница, целый эпизод, посвященный цирку. И эти цирковые номера всегда представлял Марс Соломонович Мистячкин. Поэтому его знала вся страна. Его в лицо, его манеру говорить, с репотсой знала вся страна. Этот спектакль был началом его потрясающей карьеры. Но главное, то, что сделал этот режиссер на манеже цирка на Цветном бульваре, это был целый цикл тематических дивертисментов. Это тематический дивертисмент, это программа, обычная цирковая программа, у которой существует тема, заложенная в прологе, как правило, и которая идет через весь спектакль. Марс Соломонович был мастером таких спектаклей. Ему уже тогда, в 60-е, казалось, что скучно смотреть программу, где жонглеры меняют эквилибрист, где танцы на проволоке заменяются воздушным полетом. Все одно и то же. Все номера для зрителей кажутся одинаковыми. И тогда он предложил тему. Эти темы существовали в эстрадных спектаклях, эти темы появились и у нас. Потрясающим спектаклем был спектакль «Отцы и дети». Марк Местечкин собрал в одной программе все самые известные династии цирка. Неожиданным также были многие построения его спектакля. Например, этот спектакль «Отцы и дети» начинался с номера джигитов Тугановых. И на экране цирка появлялось кино кадры, в которых был снят отъезд Тугановых прямо из цирка на фронт. Михаил Николаевич Туганов появлялся там на сцене. А потом артисты спускались вниз по лестнице и исполняли свой искрометный номер, который давал такое настроение, такой темп всей программе. Там участвовали все номера представляющей династии. Это была программа, которую зритель с удовольствием читал, как энциклопедию цирковую. Он изучал династии, он изучал жизнь артистов и также получал удовольствие от цирковых номеров. Потрясающим спектаклем был спектакль «Мечте навстречу». Цирковой манеж был сделан в виде большого корабля. И артисты цирка отправлялись на путешествие куда-то, на новостройки, на Амур, на БАМ. И плыли они не по дороге, демонстрируя свои номера. Это было красиво, эффектно. Кругом 13. Знаменитейший спектакль «Местечкино». Дело в том, что диаметр циркового манежа составляет 13 метров. И число 13 для цирковых считается счастливым числом. А еще адрес цирка на Цветном бульваре – Цветной бульвар 13. И даже песня была «Цветной бульвар 13» и «Нечего бояться». Помимо пролога и эпилога, в котором излагалась тема, она еще также излагалась и в репризах и клоунадах, которые, как правило, исполняли на тему этого спектакля любимцы «Местечкино» Никулина Шуйдина. Марк «Местечкин» набрал первый курс режиссерский в ГИТИСе. Он был одним из инициаторов и создателей кафедры циркового искусства в институте. Через его руки прошла целая плеяда будущих режиссеров цирка. Он, можно сказать, начинатель этого дела, профессии – режиссер цирка. Разрабатывались положения, учебники, разрабатывались темы лекций, темы занятий. Это все, чем мы сегодня занимаемся, принадлежит Марку «Местечкину». Потом был построен цирк на проспекте Вернадского. Этот цирк также строился с участием Марка «Местечкина». И три манежа, которые меняются в этом цирке, и фонтанная установка, и дождевая установка – все это было предложено Марком «Местечкину». К сожалению, ему не дали там поработать. Он поработал всего несколько месяцев. А потом вновь пришедший директор его уволил. И совершенно несправедливая судьба у этого человека, который полжизни своей испытывал гонения. Но мы все его ученики всегда с любовью и благоговением будем вспоминать этого изумительного режиссера. И никогда больше в цирке на Цветном бульваре я не видел таких интересных, таких увлекательных, тематических программ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok